здравия желаю продолжаем опыты сейчас проверим второй мотор если кто видел первый ролик значит проверяли вот этот мотор показал он 800 кпд 860 где-то сейчас вот этот вот этот мотор вам не видно тут вот написано на нем бирка значит у него 13800 800 оборотов мощность номинальная 400 ватт сейчас мы его включим в том же режиме да и тот включали возьмем вот это ну скорость не снижается работает одну десятку секунды идет подальше тока туда одну секунду не идет однако вот этот по моему даже лучше то есть может надо мощнее брать наверное нам от не брать тем мощнее тем лучше получается в итоге меньше трасс умойшего сначала больше когда вы разгоняется а а потом когда разгонится меньше за счет большей силы инерсии самоиндукции и так далее значит я его тоже замерил уже я его замерил вот он три минуты 50 секунд и 449 сотых вы считаете 351 значит 183 минуты секунд так и плюс 51 плюс 51 получится весь 31 помножим на 300 на 300 я умножаю это здесь свете 300 написано 300 кругов это вот делает счетчик получается сматывает один киловатт поэтому на 300 получается 69 так и и делим на 3600 секунд 19 целых 25 сотых так дальше тысячу делим на 19 целых 25 55 51 и 9 52 ватта 52 ватта 52 ватта а тут 46 видите как 51 9 разделим на 46 видите один 13 процентов всего больше потребила а мощность у него насколько больше 400 делим на 260 260 а мощность больше на 53 процента как видите видите 53 то есть на 40 процентов эффективнее получается вот этот мотор вот этот большой то есть надо применять чем больше тем лучше получается так чем больше тем лучше чем больше оборотами чем больше мощность тем лучше вот чем суть значит какое у него будет кпд значит 53 вот тут я записал 52 ватта он потребляет а двигается он пускай еще десять раз пускай 50 ватт 50 помножим на 10 500 ватт 500 ватт выдает 500 ватт так а потребляет 52 видите 961 процент помножаем на 100 этого этого кпд и выше 961 процент это значит что надо применять моторы более значит мощные и с магнитами получается что получается так чем больше скорость и больше мощность тем больше мы получаем и меньше тратим но это понятно если допустим человек сильный он поднимает допустим 50 килограмм даже не потеет у него энергия меньше тратится если человек слабый 50 килограмм он поднимает допустим тужится и потеет то есть энергия выделяется больше на этом примере понятно то есть вот такие опыты то есть надо значит моторы для таких видов бгт инерциоиды это виды инерциоиды моторы значит надо как можно мощней как можно быстрей и лучше с постоянным магнитом то не надо вешать как я и говорил не надо вешать к нему генератор отдельно это же опять таки потери будут вы понимаете чем прямой путь как говорится всегда самый короткий тем меньше всяких посредников генераторов и так далее приборов тем больше мы мощности выходной возьмем спасибо за внимание желаю всем удачи и другие обороны и Продолжение следует...